Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войне Ост Пересественной войны Верон Niveą Порядоч Seeing Немного吧 Это танк, и БМП, и, может быть, еще что-то, которые нам сказали, что их нам показывают впервые. Я свое слово дилетанта здесь скажу немножко. Я когда посмотрел, вот их показали по телевизору, вот есть, наверное, такое понятие, как военная эстетика в технике. Что-то есть же такое все-таки. Вот меня вот эстетика этих вещей, она у меня вызвала ощущение, что это что-то близкое к такой натовской технике. Вот у меня такое ощущение, вот дилетанта. А теперь вас попрошу как специалиста раскрыть, что это за техника, какие имеет свойства и возможности, и как она в современном классе вооружения может обозначиться. Ну, во-первых, так или иначе, военная техника, так сказать, развивается, так сказать, параллельно технологиям. Вместе с развитием технологий развивается и военная техника. Технологии примерно одинаковые, извините, нож уже 500 лет. Понятно, тут технологические циклы, четвертый поколение. Нет, я хотел сказать, почему оно похоже на азовскую технику, да? Потому что рано или поздно, собственно говоря, мне так кажется, да, мы все равно, ведь, ну, все подобное с подобным. Все схоже, как бы, да? То есть устремление к какому-то определенному. Если да, есть щит, есть меч, да? Так или иначе, ведь не будешь щитом рубить, а мечом, так сказать, там, ну, защищаться, да, грубо говоря. То есть у них есть функциональное назначение, да? Поэтому, что мечи у всех примерно одинаковые, да, что щиты примерно одинаковые. То есть функционального назначения, да. Да, ведь развитие средств, так сказать, вооруженной борьбы, оно примерно идет друг за другом. Потому что есть враг, есть, так сказать, наступающий, есть обороняющийся, да? В итоге мы же до сих пор пока не воюем с инопланетянами, да? Навоюем с себе подобными, вот. Поэтому подобное с подобным. Что они придумывают, то и мы придумываем. Да, поэтому, ну, касаемо, так сказать, нашего парада вот этого, 2015 года, вот сегодня у нас пятое число, вот буквально вчера, значит, в широких средствах массовой информации появились расчехленные, так сказать, да, расчехленные экземпляры, так скажем, вот этой техники, да, экспериментальной, я бы ее так назвал, да, потому что это все равно, это предсерийные образцы, они должны пройти еще, так сказать, войсковые испытания, которые выявят массу, так сказать, всяких недоделок, ну, как у любой, у любой, так сказать, новорожденной техники, да, всегда есть детские болезни, да, их надо в процессе, в процессе опытной эксплуатации, да, есть там заводская эксплуатация, опытная, да, там какая-то, есть, потом, потом всегда идет полковая, да, то есть в части, это практика всего мира, это делаем и мы, и НАТО, вот. Ну, касаемо, значит, вот этой техники, которую мы видим, значит, ну, что, здесь, во-первых, можно так сказать, что были представлены несколько образцов, значит, одна техника гусеничная, да, по названию, может, значит, ну, вот это вот танк Армата, известный, да, 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 Т-14, вот, почему я говорю именно колесная и гусеничная, гусеничная, да, гусеничная, да, так точно, я вот, я пытаюсь сказать, уточнить, да, Т-14 Армата, Т-15 Курганец, это, это я называю гусеничной, гусеничная техника, так сказать, да, у них база одинаковая, база у них одна и та же, вот, если, посмотрите внимательнее, да, она семиосная, вот, чем она начала отличаться, вот, сразу, так сказать, именно, как, само шасси, так сказать, да, седьмая ось добавилась, вот, в принципе, до сих пор, ну, это, как бы, насколько я знаю, это, это было, так сказать, и Дмитрий Олегович Рогозин, да, приложил к этому руку, чтобы до парада не просочилась никакой информации, да, ну, собственно говоря, на сегодня информации крайне мало, вот, единственное, что их расчехлили, да, вот, что мы можем увидеть из-за того, что расчехлили, да, о чем я сказал, семиосная, значит, платформа гусеничная, вот, ну, как мы видим, пушка та же на этом танке, 125 миллиметров, то есть, когда-то говорили 150, 140, якобы, так сказать, да, будем ставить, но, опять же, это несложно, допустим, после, допустим, войсковых испытаний, да, поменять ее на 140, вот, никто не знает, испытываем мы 140 миллиметров пушку или нет, есть информация, что испытываем, так сказать, да, вот, в принципе, наша пушка, она уже больше, натовской, да, на 125 миллиметров, у них 120, стандарт натовский, вот, танки, их, танки, они 120 миллиметровые, вот, и вот этот бронетранспортер на базе, на этой же, на этой же гусеничной базе, бронетранспортер, вот, ну, что мы здесь видим на них, да, мы видим, во-первых, усиленное бронирование, сразу бросается в глаза, что там, что там, так сказать, навесная броня, блоки такие усиленные, это вот, там, композитные материалы различные, так сказать, да, туда же уже вставлена сразу и активная броня, вот, чтобы воздействовать, так сказать, на кумулятивный боеприпас. Ну, противотанковые ракеты они смогут использовать? Ну, опять же, противотанковые ракеты тоже разные, да, если жевелин, да, да, тут уже сложнее, потому что... Которые наши друзья, американские партнеры, грозятся поставить на Украину все это, да, 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 тут уже непонятно. Тут уже сложнее, да, ну, во-первых, это же тоже, это секретно, это, да, ну, что я могу сказать, что вот из открытых источников информации, опять же, так сказать, наш танк имеет, помимо всего, бронекапсулу, вот, чем он отличается, принципиально, допустим, от Т-72, там, или от Т-90, да, грубо говоря, это бронекапсула, отделенная, так сказать, от внутреннего объема, за броневой объем, есть такое понятие, за броневой объем. Что это за капсулу? Это, грубо говоря, вот в самом, в самой броне танковой, да, еще есть отдельно бронекапсула, да, то есть, помимо того, что-то сказать, он и сам за броневой объем в танке всегда защищен, да, потому что там же есть и двигатель, и трансмиссия, так сказать, да, и вооружение. И защита личного состава. Да, да, то есть здесь мы, как бы, да, вот, это очень важный аспект, мы сделаем упор именно на защиту личного состава, вот, чего особо мы раньше, так сказать, не делали, но у нас, видите, меняются подходы, концептуальные, это, опять же, это, собственно, и декларировал Рогозин, да, что теперь мы будем воевать, так сказать, не числом, а умением, вот. Все же наш танк предыдущих поколений, как бы, да, они, у них концептуально, они отличались от танков НАТО, да, как, собственно, да и, собственно, танки НАТО, это, да, это продолжение немецких танковых традиций, да, это усиленное бронирование, это малая подвижность, в отличие от наших танков, да, потому что у нас концептуально, мы подходили по-другому, да, мы делали танк маленький, низкий, да, потому что у нас Т-72, Т-90 больше двух с половиной метров, да, в зависимости с пулеметом не поднимается, да, а у них, допустим, Бабрамс, он выше трех метров, понимаете, вот. Леопард тоже где-то 2,8, так сказать, по крыше башни, высота, а, извините, танковая дуэль, как бы, да, это использование скорости, маневра и рельефа местности, и вот тут-то как раз появляется высота башни и начинает играть большую роль. Ну, точно так же, как и на Прохоровке. Как и на Прохоровке. Чем проиграли «Пантера» и «Тигр», значит, тем, что наши Т-34 были просто маневреннее. Да, но это все равно, так сказать, да, это подвергало экипаж огромной опасности, это... На это, правильно вы сказали, никто не смотрел и до сих пор в наше время, как бы, брали численность, то есть, скорее всего, не жалко ни техники, ни личного состава. Да, наши танки априорно всегда были дешевле натовских, да, всегда, вот. Ну, опять же, это связано, так сказать, с геополитическим расположением, да. Мне может неправильно выразиться, мне не жалко, а на это просто не такой упор делали личного состава, я сказал, ну, вот, не так, конечно. Ну, понятно, если в НАТО, извините, так сказать, армия наемная, образно, так сказать, да, естественно, танк и сделан у них, так сказать, да, чтобы он там мог служить. Да. Иначе при гибели наемников плачать придется, конечно, конечно. Вот, ну, мы немножко отошли, так сказать, так вот, вот эта, значит, платформа «Армата», да, гусеничная, значит, оснащена, помимо всего, еще к тому же, еще и активной, активной защитой, системой активной защиты, да. Это что такое, грубо говоря, это, это такой, значит, грубо говоря, по периметру размещенные боеприпасы специальные, да, которые воздействуют пучком осколков на подлетающий вражеский боеприпас, атакующий танк, понимаете. Естественно, для этого необходима радиолокационная станция, чтобы, чтобы засечь подлетающий боеприпас. Это же все равно, это же ведь не, извините, не… Не Воронов. Да, не бумажный самолетик, так сказать, да, вот. Поэтому это главное, должна быть, так сказать, на уровне, соответственно, радиоэлектронная база, потому что это ведь время реакции, чувствуете, какое? Да. Он, подлетать он может с разных сторон, а защищать он, эта система должна, так сказать, в круговую, в круговую. И даже сверху джимлет. Ну и даже сверху, да, и даже сверху. Они так и расположены, вот эти, вот эти элементы активной защиты, да, они так и расположены, примерно по корпусу, да, чтобы предотвратить поражение танка с любого направления. Естественно, все равно есть приоритетные, там, допустим, передняя полусфера, да, все же, так сказать, тактика танкового боя, она все же рассчитана на переднюю полусферу. Да, у него и лобовая броня бронируется таким образом, да, чтобы он мог выдержать, вот. Потому что танк априорно подразумевается, что в него будут стрелять. И каждый танкист понимает, что он, прежде всего, цель, да, потому что, извините, чем отличается дживелин, кстати, вот от наших комплексов, да, потому что он тоже такой, вот из-под тяжка стрелять, да, он позволяет стрелять… Противотанковый комплекс, да, 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 да. Он позволяет стрелять из закрытых помещений. Это уже новое слово в противотанковой борьбе, понимаете? До сих пор, так сказать, все наши, ПТУРцы наши и их большая часть, подавляющее большинство, требуют, как и гранатомет, требуют определенной, так сказать, зоны отходов сзади, да, чтобы, да, либо объем помещения должен быть такой, да, чтобы не повредить, так сказать, стреляющего, да, потому что истекающие газы из сопла двигателя ПТУРа, противотанковой управляемой ракеты, так сказать, да, это все равно, это ракета, вы представляете, это все равно, это огромное давление. Ну, понятно. Да. Так вот, вот этот вот джавелин, он как раз не имеет такого недостатка, он предназначен для стрельбы, в том числе и из закрытых помещений, да, у него специальный такой сухой старт, так называемый, да, вот, то есть, грубо говоря, срабатывает небольшой пиропатрон, выбрасывают эту ракету, так сказать, из закрытого помещения, там где-то на три метра, да, и вот в этот момент, так сказать, да, там даже видно, между прочим, если вот кто видел, так сказать, да, ракета джавелина, когда вылетает, да, она вылетает практически, так сказать, и начинает падать, собственно говоря, и уже из-под земли включается маршевый двигатель, и все газы уходят мимо стреляющего. Хорошо. Да. Ближе, если к теме, Павел, извините. Вот наши, эти танки, именно к нашим танкам, которые там представляют на каждой площади. Да, 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 они оснащены активной защитой, по крайней мере, так сказать, да, из источников открытой печати, и в открытой печати, да, это везде заявлено, что они, причем, причем эта активная защита, значит, на них, значит, разрабатывается вместе с конструкцией, да, вот, к примеру, на сегодня есть такие системы, ими уже оснащены израильская техника, некая, да, но эти системы все они как дополнение, то есть они на любой танк его ставят, это оборудование, это оборудование, так сказать, да, вот, то в случае с арматой, так сказать, да, это изначально уже как в проектном варианте уже мы вставляли, так сказать, в конструкцию вот эти системы, да, 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 вот, поскольку я знаю, мы туда поставили RLS, да, универсальную, то есть она будет работать и на подлет боеприпасов, да, и кроме того, так сказать, будет работать и по воздушным целям, насколько вот у меня есть два раза, что чуть ли не до 100 км, вот так, да, потом мы видим, что то, что вот сейчас эта башня, да, все же все равно, как бы там ни было, она немножко недоделана, видно, что чего-то там не хватает, то есть это тоже своего рода концепт, вот это то, что мы видим, это все равно своего рода концепт, они не прошли еще войсковых испытаний, понимаете, поэтому, что выйдет на серийное производство, так сказать, да, я уверен, что отличия будут, и внешние будут отличия, и, наверное, и внутренние тоже, естественно, так сказать. Ну, ваше ощущение, мысль инженерная движется в правильном направлении, военно-инженерная мысль? Ну, мне трудно судить. Судя по этим моделям, которые будут представлены. Мне трудно судить, но, что я могу сказать, то, что, конечно, они, по моему мнению, все же, особенно вот этот вот БМП наше гусеничное, они несколько перетяжелены, но, опять же, учитывая развитие средств противотанковой борьбы, да, лучше, ну, мне кажется, как говорится, перебдеть, чем недобдеть, да, вот, поэтому, видимо, здесь, как бы, играет этот фактор, что мы еще берем, как бы, с определенным запасом на будущее, потому что противотанковые средства развиваются постоянно, постоянно, да, и вот этот джавелин пресловутый, да, это уже не последнее слово, да, вот. Еще что-то, да, уже есть, уже есть и модернизированный джавелин, так сказать, да, у них и бронепробиваемость выросла, все равно вот они, то, что будут поставить, поставили украинцам, да, это все равно это первые экземпляры, так сказать, они их, кажется, с 95-го года на вооружении у американцев стоят, понимаете, то есть 20 лет, он уже, собственно говоря, он хранится в ТПК, в обычном транспортно-пусковой контейнере, да, у него там 10-15 лет максимум, то есть они очищают свои склады, вот, это первого поколения джавелин, так сказать, да, современный, естественно, там и многоканальное управление, многоканальное наведение, да, вот, используется. Еще раз повторю для тех, кто, может быть, не заметил и не услышал, джавелин – это как раз та система, которую американцы в свое время год назад грозились поставить на Украину, да? Да, я думаю, что мы ее вот увидим, но скоро мы ее увидим в действии. И скоро все-таки они, видимо, поставят? Да, да. То есть это вот система противотанковая, противотанковая, против которой, если вот случится такое противостояние техники, мы можем выставить систему Корнет, то же самое. Ну, аналог, наш аналог ихнего, да, но закрытых помещений не стреляют. А модернизированные? Не стреляют, не стреляют. Понимаете, тут подход, опять же, это философия оружия, понимаете? То есть они могут сидеть из какого-то укрытия? Да из квартиры в окошко высунули пусковую трубу, понимаете? Вот, и, так сказать, силуэт цели будет меньше, чем грудная мишель. Понимаете? Вот в чем суть-то. Он даже может не высовываться, даже голову может не высовывать. Да, он только, так сказать, выдвинет из окна инфракрасный, там, у него двуканальное наведение оптическое и инфракрасное. Вот. И все, он только вот эту линзу выставил. А, так сказать, окуляры, они ниже уровня этой линзы, понимаете? То есть он будет даже ниже уровня… Я понял. Из укрытия. Из укрытия. Будет стрелять из укрытия, да. А в чем преимущество перед ними наших систем противотанков? Ну, наверное, бронепробиваемость. То есть они мощнее? Да. Вот эти вот, которые 152 миллиметра, последние пошли, вот эти вот, корнет-метистовские, да, они там не особо отличаются, собственно говоря. Вот. Они, конечно, у них такая бронепробиваемость, да, что на сегодня никакой их не танк не выдержит. Никакой. У нас РПГ, вот этот, РПГ-29, да, сейчас, кстати, каким-то образом он в серию попал, так сказать, да, он просто шансов не дает танкам. Ну, хорошо, Павел, все, мы для затравки коснулись. Да, еще есть колесная, у нас еще там есть колесная база, так сказать, да, появилась новая. Тоже пойдет по Красной площади. Тоже пойдет по Красной площади, да. Ну, пару слов. Вот. Это тоже новая машина, как бы, да, но… Это БМП? Нет, это типа как БТР, колесный БТР. Да, да, естественно, на базе этих машин потом будут сделаны там и медико-санитарные, и ремонтные эвакуационные машины, так сказать, да, ну все, что применяется на поле боя, да, но это как бы базовая платформа, понимаете, на ней будет выстраиваться целая… Целая концепция. Да, 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 целое, грубо говоря, семейство, целое семейство бронированных боевых машин поля боя, вот так скажем. Вот. А что там, там разные они есть, так сказать, да, есть и там, может быть, и различные, простите, и мустоукладчики потом, наверное, пойдут тоже на этой же платформе, потому что если мы ее в серию запустим, мы, естественно, так сказать, уберем старые. так же он, значит, так же мы стреляем птуром через ствол, естественно, так сказать, да, это наше вот ноу-хау, так скажем, да. Через ствол танковый? И… Птурами? Птурами, да, да. Вот. Ну, и судя по башне, все же, я думаю, что мы его дооснастим еще, наверное, второй пушкой какой-нибудь, какая она будет, я не знаю, наверное, какая-нибудь, 30 мм, скорее всего, да, против вертолета она будет работать, да, потому что на сегодня самый страшный враг танка – это вертолет. Ну, то есть вот концепция этого танка, огромного, вот этого, который нам покажет, она позволяет сделать это перспективная модель мощного крепости. Если, грубо говоря, у нас вот серия танков Т-72, грубо говоря, да, вот ей уже, собственно говоря, скоро 40 лет, да, вот Надяг, грубо говоря, исполнится, да, то и вот эта платформа универсальная, да, «Армата», так называемая, да, это тоже, это как раз такая вот концепция на 40 лет вперед, понимаете? То есть нам представляет не конкретно разработанный танк, а просто начало, платформы, начало разработки целой концепции. Да, целого семейства бронированных гусеничных машин. Вот это вот так. Я думаю, будет интересно послушать всем, и спасибо за интересное мнение. Да, вот эти вот колесные наши, так сказать, да, БМП, БТР, которые, так сказать, тоже, это тоже будет целое семейство колесных машин, да, вот мы их делаем, мы их делаем, вот с учетом уже тоже новых всех вот этих тенденций, да, вот знаете, в НАТО у них есть такие МРА, АП, МРА машины, так сказать, да, там Мультироль многофункциональный, армор бронированный, так сказать, да. Суть какая? Вот американцы, опять же, столкнулись, так сказать, да, с, 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 с машинах вот этой концепции, да, вот поэтому мы тоже используем, что там главное в этой концепции, да, ну, это во-первых, так сказать, усиленное днище, V-образное, да, чтобы взрывную волну уходила, да, да, это сразу, это вот первонаперво, так сказать, да, вот, ну, естественно, там фильтры вентиляционной установки стоят в ней, как обычно, так сказать, да, но мы сейчас туда добавили кондиционер, то есть все равно мы повернулись лицом к личному составу, однозначно, так сказать, да, это прямо проходит красной чертой, да, это вот, наверное, спасибо Дмитрию Олеговичу, потому что он изначально, когда, так сказать, пришел к управлению Ростехнологией, да, он сразу начал это вот декларировать, да, что будем теперь, так сказать, беречь личный состав и воевать, ну, и, собственно говоря, ведь так оно и есть, ведь нас мало ведь все уже, так сказать, да, что же у нас, 145 миллионов на сегодня. Ну, тем более сейчас акцент делается на профессиональную армию и, возможно, это правильно становится. А по-другому никак, понимаете? К нашему времени это, да, это правильно, пускай новобранцы они всегда идут, призывные к кем. Нет, тут же суть немножко другая, тут же суть немножко другая, уважаемые. Тут вообще суть, я-то… Я понимаю. Подождите, я вот хотел бы добавить, что, может быть, наши зрители не знают, да, что на самом-то деле, да, на сегодня солдат на поле боя, да, потихоньку, так сказать, теряет свою боевую функцию как таковую, понимаете? Вот. Как, собственно говоря, и человек на производстве, так сказать, да, потерял свою производительную функцию. Однозначно. Потому что технологии человека вытесняют, не оставляют ему шансов. Так и поле боя не оставляет шансов человеку, понимаете? Вот в чем дело. Почему появляются роботы, экзоскелеты и вот это, это все, понимаете? Только из-за этого. Потому что средства уничтожения людей на поле боя на сегодня настолько эффективны, да, что шансов не дает человеку уцелеть. Вот почему суть такова, что человек потихоньку покидает поле боя, понимаете? Современное поле боя. Специалисты должны. Ну, как минимум, потому что техника, сложность техники растет и растет и растет. Да, понимаете? Уже его, так сказать, ни за полтора, ни за два года даже не научишь. Не то, что, так сказать, за год, понимаете? Чтобы он в совершенстве и владел. А посадить, извините, неуча какого-нибудь на вот эту армату, говорят, она что-то в районе 100 миллионов стоит. Как бы, да? Вот. Но, опять же, это не предельные цифры, потому что, извините, у них вот уже абрамсы последних поколений, там, леопарды, они меньше пяти миллионов никто не стоит. Они все, так сказать, да. А этот Леклерк французский, чудо техники, извините, так сказать, я не могу без иронии про него говорить, Он вообще что-то за 10 миллионов долларов стоит, как бы, да? Но они продали их Саудовской Аравии 300 штук и спасли себе, так сказать, танкостроение, собственно говоря. Ну, ладно. Кстати, сейчас 15 Леклерков приехало в Польшу, ребята, позавчера разгрузили. Давайте оставим все эти темы. Да, да, да. Мы прошлись по Красной Клощади, я понимаю, что вас понесет далеко. Значит, ну, я думаю, вот будет интересно послушать мнение о той технике, которая пройдет вот сегодня по Красной Клощади, ну, 9 мая. Я думаю, это будет интересно людям. Второе, второй вопрос, которого хотелось бы коснуться, он настолько не связан с первым. Я хотел бы просто отойти и напомнить, что мы все-таки собрались говорить о Великой Отечественной войне и о том, что с ней связано вообще в нашем информационном поле, в нашей психологии, в психологии наших поколений и предыдущих, и будущих поколений. Я хотел бы очень хитро подойти к этому вопросу. Это очень такой, знаете, очень сложный, очень серьезный вопрос. И я хотел бы подойти хитро. И тема такая достаточно тонкая. С освещения Великой Отечественной войны современными, так сказать, современными фильмами, которые смотрят и молодежь с удовольствием ходит, значит, и смотрят люди нашего поколения, значит, и старшего поколения, они смотрят как бы несколько скептически на эти фильмы. И хотелось бы вот пару-тройку слов сказать об этих фильмах, да? Потому что это воспитание идет, воспитание на примере Отечественной войны. Ведь понимаете, как можно воспитывать на том, что представляет перевитническую информацию о тех событиях, необъективную информацию, за какую-то перевернутую с ног на голову. Это касается не всех художественных фильмов и не всех фильмов документальных, которые представлены сегодня. Но я бы отметил, что, по-моему, это касается большинства фильмов. Тем более, которые выдвигаются на передний план. Вот как сегодня опять проходит этот фильм «Власть и судьба», ой, не «Власть и судьба», а «Жизнь и судьба». Слышали такой фильм? «Сценариста Володарского», многосерийный. Вот его опять включили, он сейчас идет по нашим каналам. Также этот фильм известный, который там супер-пупер-фильмом нам представили, как этот «Сталинград» Бондарчука, вот недавно прошедший. Сегодня идет сериал «Истребители», начали показ этого фильма. Вот, может быть, с точки зрения психологии современного человека это интересно смотреть. Вот у человека, у которого создался мир образов, создан в перемешку с голливудскими образами, скажем так. Но тот мир образов, который создавали в наше время, помните, вот в 70-е, 60-е годы, года 80-е ставили фильмы, люди, которые прошли войну, которые видели войну, которые видели весь этот страх и ужас, которые понимали психологию солдатскую, офицерскую и так далее. Ведь сравнить те фильмы и вот эти совершенно нельзя. Я просто уточню, вот ради примера, что это такое. Вот один пример только возьму, вот раз уж коснулся жизни, судьбы этого Володарского, но кто такой этот режиссер Володарский, это создатель других вот таких вот, как этот, помните, штрафбат, вот этот многосерийный, который не то что клеветнический, он просто мерзкий, потому что он извращал всю систему, переворачивал всю систему, которая вообще была вот тогда на фронтах, связанную с этими штрафными ротами и штрафными батальонами. Володарский, он сам, его можно, тут даже Эдуард Володарский, ну, один из примеров вот его психологии, как такого художника, он автор знаменитого клеветнического выражения про Жукова, что типа, что солдат жалеть, бабы, русские бабы еще нарожают. Вот это вот однозначно, это точно, это Володарский сказал, поэтому и фильмы, вот, поставленные этим режиссером, примерно несут одну и ту же ложь и мерзость, понимаете? Посыл, так сказать. Посыл, да, сволочи фильм, совершенно вот про якобы… Про дичь, вот этот фильм, я, вы знаете… Это все Володарский, сейчас можно это говорить? Ага, свой мысль закончу. И вот эти фильмы, и вот этот вот «Жизнь и судьба» тоже, абсолютно клеветнический фильм поставленный, его разворачивается на основе, там, вот это вот, в Сталинграде, опять же, дома Павлова. Вот как фильм «Сталинград» Бондарчука, он крутит все вокруг дома Павлова, так и «Жизнь и судьба» тоже, намек на этот дом Павлова, оборона вот этого дома. И вот, что навертели вот эти вот художники, что Бондарчук, что этот Володарский, ну, остается только удивляться, что же на самом деле там происходило, ведь еще живы до сих пор люди, которые воевали… Очевидцы, да, участники тех событий. Участники тех событий, да. Даже в доме Павлова остались еще люди живые. Вот, и, конечно, это очень грустно, потому что молодежь наша смотрит эти фильмы и думает, что это так и есть. А я не могу, меня просто глаз не воспринимает, когда вот эти вот самолеты вот эти вот компьютерные летают, форточки залетают там, стреляют там, пробивают там, понимаете, тут кружатся, как пчелы гудят вот так вот стаями. Ну, это невозможно смотреть, это вот… И создание вот этих вот образов, ну, я считаю, они просто вредны. Ну, Ваше слово. Скажите вот про кинематограф. Можно и современный, можно и вот тот кинематограф, который был создан истинными художниками и которые вот прошли войну. Ну, уважаемый Евгений, во-первых, я уже года четыре не смотрю телевизор «Априор». Вот. Я… Телевизор? Причем телевизор? Вот я вам говорю, да, поэтому вот то, что вы мне говорите на мои фильмы, я их в принципе не видел, мне они неинтересны, да. Вот вы мне сейчас сказали, да, я постараюсь посмотреть что-то, да, вот этого Володарского, да. Я смотрел, значит, штрафбат еще на видеокассетах, так сказать, да, когда-то. Вот, ничего хорошего сказать не могу, однозначно, да, хотя бы из-за того, что, так сказать, да, там в основе было все перепутано, потому что… Да, да, да. Даже смысловые все вещи, создание самой системы штрафбатов, конечно. Имеет свою историю. Конечно, да, там все вывернуто, абсолютно наоборот, вот в принципе наоборот. Я про это и говорю. Поэтому, так сказать, мне трудно судить, да, как бы, а я же все-таки, так сказать, да, вырос там, знаете, на таких фильмах, что еще черно-белых, которые… Мы выросли. Мы выросли, так точно, да. И черно-белых фильмах, да, и от себя хотел бы добавить, да, и вот вам, дорогие зрители наши, смотрите фильм Германа «Проверка на дорогах». Юрия Германа. Да, вот по моему мнению, так сказать, да, этот фильм все аспекты войны вобрал в себя, да, и простым языком человеческим показал, вот что это такое война, наша война отечественная, война Советского Союза с фашистской Германией. Вот. Сильный фильм. Герман был удивительным режиссером, он снимал каждые фильмы свои по много-много лет, он прямо оттачивал каждый эпизод. Конечно, этот фильм там, да, там… Я вообще считаю, что чем дальше фильмы от войны идут, да, тем они более и более расходятся с истиной, да. В них больше и больше, значит, попадает, попадает вымысла, вымысла… И я тоже хотел сказать. Режиссерского, актерского и тому подобное. Да, ведь посмотрите, у нас в бой идут «Одни старики» фильм, хотя он достаточно новый, да, все же, это 80-го года там… Ну, насколько мощный фильм. Да, да, посмотрите, там актерский весь труп, так сказать, там половина фронтовиков. Да. Да. Ну, не половина, там Смирнов только. Бурков? Буркова нету там, там фильм «Здрасте». А, нет, они сражались за «Роднику», прошу прощения. Они сражались за «Роднику», там, да, там все фронтовики играли практически. Конечно, так они им что было играть? Они играли себя, они вспоминали войну, так сказать, да. Вот, поэтому и трудно, конечно, было здесь как-то слухавить даже и… Они не могли это сделать просто по своей природе. Да, 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 да. Шукшин, Бурков, Николин, Николин и сам Бондарчук. Конечно, конечно. Старший, были люди высочайшего… А вот, допустим, фильм «Сталинград»… Молодого Бондарчука. Да, молодого Бондарчука. Ну, просто кошмар. Меня просто повер… в шок, вы поверьте, так сказать, да, я не понял вообще, какой это… А молодежь? А молодежь мне сын, понимаешь? То это Робин и Бэтмен, да, и это про войну, прости, господи. А мне сын говорит, пап, вот хороший фильм, понимаешь, я посмотрел. Я не хотел его смотреть, пришлось посмотреть и в таких резких выражениях дать отповедь, понимаешь, ну, слава Богу, прислушивается еще, понимаешь, вот этому вот безобразию, которое ставит молодой Бондарчук. Раз уж пошли об этих молодых режиссерах, да, что поставил старший Бондарчук, они сражались за Родину, фильм-эпопея, фильм, которому просто равных, наверное, больше никто никогда не поставит про войну. И что поставил молодой Бондарчук, этот лысый товарищ, который герой всех вот этих вот подиумов, вот про войну, его видение про войну. Значит, что Юрий Герман поставил, проверка на дорогах, и что его вот этот вот молодой Алексей Герман, какой он режиссер, я, честно говоря, не знаю и знать не хочу. Почему? Потому что один раз я слышал его интервью. Это было в 2011 году, связанное с семидесятилетием вот этого знаменитого парада 41-го года, где прошлись наши дивизии, помните, сибирские полки. Ну, не только сибирские полки, значит, прошли те люди, которые сходу вот из этого парада через этот снег просто просто и пошли сразу на передовые рубежи и сразу и составили вот этот вот первый вот этот вот в этой войне удар по фашистам, который… Сокрушительный удар. Сокрушительный удар. Да. Который немцев поверг просто в шок. В шоку ужас, да. Так что сказал вот этот вот Алексей Герман в интервью на «Эхе Москвы» с этой, с ведущей, как ее… О, Ксения Ларина. Я после этого просто возненавидел эту, не ведущую, этого Юрия Германа молодого и не хочу не сказать, смотрите… Давайте не будем тоже, мы уже что-то шибко на них разошлись. Да. А почему нет? Мы, как бы, я говорю, мы сегодня коснемся таких тем, которые никто не касается, да? Понятно. Вот они сидели и там смаковали, ну что там типа этот парад, ну это вот эти вот, это все было показное, НКВДшники, я повторяю, я ответственно повторяю, если кто-то хочет, посмотрите интервью Ксении Ларина и Алексея Германа с 2011 года в ноябре месяце, посвященный вот этому параду, знаменитому, который принимал Сталин. Типа прошли НКВДшники и потом спустились с Васильевского спуска и разошлись там делать свои темные дела. Вот что они сказали. Понимаете, нам вот, нам сибирякам, знающим, что прошли там, в том числе наши деды… Мой полный тезка, да, Березиков Павел Николаевич. О чем? Вот почему получаются такие детки? Вот что Бондарчук, что этот Герман молодой, которым предоставляет бюджет деньги, снимать очередную мерзость, которая будет выложена на экран, которую пойдут смотреть молодежь, а молодежь будет составлять свое мнение об этой войне, а потом это мнение будет изливаться вообще в общее мировоззрение государственное. Вот что меня волнует. Вот такая проблема. Ну ладно. Вот такая еще тема, да. Я еще, вот Павел, знаете, не хочется долго вот затягивать передачу, и все-таки хотелось бы отдать должное нашим дедам-отцам, прошедшим эту войну, еще чего-нибудь коснуться такого вот, то, что сегодня никто не говорит. Как вы думаете, вот ваше мнение, за что и какие слои населения, общество тех времен воевали? Какова была психология вот этой схватки? Ну, мне кажется, чтобы ответить на этот отвор, а вопрос корректно, да. Надо, во-первых, все же рассмотреть, что у нас были за страты населения, что у нас было за общество, так сказать, да. Вот. Ну и, соответственно, делать и выводы отсюда, так сказать, да. Есть у нас и историческая информация, есть документы, вот. Вот. Поэтому, как всегда, вот все по-разному, да. Ведь нет одинаковых, двух одинаковых людей нет априорно, да. Поэтому и здесь каждый как-то по-своему, да. Вот. Конечно же, в большинстве своем все-таки советское общество так или иначе героически встретило войну. Как ни крути, все равно, так сказать, да. Подавляющим большинством. Да, подавляющим большинством. Да, те же войска НКВД, это вообще, так сказать, да. В сорок первом году до наступления сибирских дивизий, до появления сибирских дивизий, да, войска НКВД, собственно, сдержали основной натиск врага. Я всегда об этом говорил, что благодаря войскам, вот Беревским войскам НКВД. Пограничники. 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 Это были четко войска НКВД. Они были поставлены. Погранчасти НКВД, вот так они назывались. Настолько там была железная дисциплина. Да, и они были самые бой готовы. Они были самые бой готовы. И они сдержали вот этот первый самый удар, во время которого основная регулярная армия смогла хотя бы немножко очухаться, прийти в себя. Первая неделя-две, она была вот, это была неделя вот этих вот наших пограничников войск. Две недели, да. Две недели, которые… А некоторые-то там вообще держались в месяц целый месяц. Да, месяц сами держались. Прям плацдарма держали, уже глубоко в тылу немцев. Немцы мимо проходили. Они наступление даже начинали вот эти вот пограничники. Да, да. Это были НКВДшники. Это были войска Берии. Так точно. Так точно. И благодаря ним армия смогла хоть немножко прийти в себя, вот несмотря на растерянность этого генерала Павлова там и так далее, вот эти вот все ошибки и так далее, но все-таки кто-то все-таки собрался в кулак и нанес какой-то потом ответный удар. А если бы не пограничники, не известно больше, что произошло. Да, вот в это время, пока они сдерживали… Около 200 тысяч пограничников, НКВДшников полило в тех боях. Так вот, пока они сдерживали этот натиск немецкий, так сказать, страшный. Это же ужас просто. На самом-то деле, да, вот… Ну, тут просто других слов не найдешь. Вот. Пока они это сдерживали, так сказать, да, здесь у нас под гармошку и баян сибирские деревнями с мужики, так сказать, да, с председателем во главе, вот как, собственно, вот в примере моего дедушки, да, царства небесного, погибшему под Москвой. Похоронка пришла в феврале 42-го. Вот. Они уходили, значит, на сборные пункты, где-то вот, ну, вот конкретно в Омске здесь у нас, так сказать, да, у нас в Омске, так сказать, тут вообще была, так сказать, собственно говоря, подготовительная, так сказать, школа, вот. И, собственно, вот 7-го-то ноября они зажигали по Красной площади, а 6-го декабря началось контрнаступление под Москвой, после чего немцы, честно говоря, да, попали вообще в такую, так сказать, обструкцию, да. Они говорят, нам всегда говорили, что они на последних издыханиях, что им у них вот-вот-вот все закончится, говорит, да, а мы, говорит, видим, приходят розовые щеки, здоровые мужики, именно вот сразу, потому что они уже тоже начали испытывать, как раз это декабрь месяц, это... Они были на издыхании. Уже со снабжением у них начались проблемы у немцев, так сказать, да, а тут они видят, приходят такие мужики, так сказать, да, в полушубках белых, да, вот белые полушубки, помните, Вермахт начал вспоминать, нет, они, в декабре они начали говорить, что какие-то в белых полушубках, да, сносят нас вообще, так сказать, не ведают страха, вот. И вот эти-то как раз дивизии остановили немца под Москвой, вот в сорок первом году, как бы, да, когда вы помните, когда разведдозоры немецкие выходили, так сказать, в пригороды московские, да, мотоциклисты немецкие до трамвая выехали, так сказать, но расстреляли трамвай. Это в Питере было, это в Ленинграде было. Да и в Москве где-то тоже это было. Ну, могу ошибиться, конечно, я не буду вот сейчас, да. Это в Ленинграде было, один раз они вышли на трамвайные пути. Да. Ну... Ну, не важно, они вышли там на Дмитровскую. Да, давай не забудьте, да, в Москве, что у нас было 16-18 октября, вы знаете, 41-го года, что было в Москве? Когда потом вышел через два дня... Да, 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 представляю, о чем. А 18-го октября вышел приказ расстреливать саботажников на месте, так сказать, да. И как раз вот войска и КВД пошли и начали этим заниматься. Давайте коснемся там. Да. Что там было? Ну, что там было? Начался, началась паника в Москве, понимаете? Начали, естественно, так сказать, диверсионные группы действовали, различные, так сказать, агенты действовали, шпионы там, это вот, это всегда, это в любой войне идет вперед войск. Вот эта вся, так сказать, серая зона, она всегда идет впереди войск во все времена, во всех войнах, так сказать. Немцы это очень четко использовали на самом деле. Так вот, значит, 16-го октября это достигло апогея. В Москве начались, в Москве опять же, в столице, вот, начались, началась паника, вот, начали, начали, ну, а знаете сами, паника, да, все, люди начали, так сказать, вести себя неадекватно. Неадекватно. Неадекватно, да. Началось мародерство, грабежи, вот. Ну, кстати, есть такие очень интересные моменты, об этом мало, конечно, кто говорит, так сказать, да, я даже стесняюсь, не знаю, вот, насчет этого, так вот, погубянуть такое, да, по рассказам очевидцев, да, того времени, при всем приветом, говорит, парикмахерские салоны всякие, да, были забиты, говорит, барышнями, которые наводили маникюр и прически. Друзей немцев встречать. Я вас умоляю. Вот так вот. И вот потом, 18 числа, выходит приказ Сталина о, вот этих, о расстреле на месте, без суда и следствия, вот дословно вот эти слова были. Паникеров, мародеров, предателей, да, 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 там их много было, так сказать, да, перечислено, так сказать, да, расстреливать на месте без суда и следствия. Ну, раз уж, по-моему. Да, и говорят не больше тысяч человек расстрелить. Это маленькое слово, значит, тем, кто смотрел, нашего поколения люди смотрели. А вот молодежь, если вот услышать наши слова, посмотрите, фильм «Рождённая революция», вот серия, посвящённая вот этому. Да, есть такая серия. Как раз вот именно этому посвящённо, да. Мощная серия, где Жариков играет, вот этот полковник, милиционер. Да, то есть, видите, и нас не обошла чаша сия, скажем так, вот, даже и Москва. Кто-то говорил, что Сталин уже уехал в Кишинё, в Куйбышев, так сказать, да, там, вот. Ну, «Вавзолеи» уже перевезли туда. Фильм поставили сейчас многосерийный на эту тему, где Миша Ефремов играет, значит, то ли НКВД, то ли кого, ничего, я плевался на начало этого фильма, смотреть даже не стал, где Сталин якобы собирается слинять из Москвы. Фильмы бы на эту тему ставить. Кошмар, кошмар. Вот где Миша Ефремов, там какой-нибудь Г многоточие, но обязательно есть. Ну, вот так вот. Наши современные режиссёры, актёры и так далее. Не все, не все, не все, скажем, есть достойные люди, есть достойные фильмы. Меня порадовал фильм «Брестская крепость» в своё время. В августе 44-го фильм поставил. Да, вот это хороший, однозначно. Оба поставлены в Белоруссию, значит, там люди понимают, что война и дается... Вот у меня есть такая информация, да, что когда «Брестскую крепость» снимали, да, всё же наши режиссёры хотели как-то вывернуть сценарий. Они вывернули. А белорусы сказали, ребята, если вы вывернете сценарий, тогда снимайте у себя и без нас. Тогда мы никакого отношения к вам не имеем. Ни к фильму, ни к кому. И они вынуждены были, так сказать, да, всё же остаться... Да, они хотели перевернуть этот сценарий. Да, да, да. Они... Там, я не скажу, не вывернуты, но немножко изменена историческая реальность. Значит, вот это... Ну, неплохо. Пусть она будет изменена так, в лучшую сторону, в более позитивную, скажем так. Там вот этот паренёк, прообразом которого является настоящий герой Брестской крепости Пётр Клыпа, вот этот паренёк трубач, который играет, помнишь, он уходит со знамением потом к своим. Ну, на самом деле, Петя Клыпа попал в плен, прошёл плен, всё там и так далее. Потом его даже преследовали за это, он что-то где-то там выглядел сидел, что-то такое нехорошее. Смирнов его потом нашёл, на основании вот воспоминаний его там и так далее и многих других он написал своё великолепное документальное произведение «Брестская крепость». И вот на основании вот этой книги поставили белорусов вот этот фильм. Потому что я смотрел фильм, я видел вот эти вот материалы Сергея Смирнова, который написал документальное произведение «Брестская крепость». Я единственное могу сказать, да, что вот эти вот все моменты наши, так сказать, военные, да, конечно же, это страшная трагедия. Страшная трагедия, но я хочу добавить, да, что немецкая армия, которая вторглась к нам, так сказать, да, это была самая мощная армия в мире на тот момент. Не было силы в мире больше, чтобы планета видела в планетарном масштабе. А немецкий генеральный штаб считался в то время приравненный к оружию массового поражения. Вот по таким характеристикам между военными. Ну, вполне может быть, согласен. Потому что немецкий генштаб – это была самая отработанная машина военной науки того времени. Больше того, я вот как, так сказать, человек, который этим интересуется, да, могу вам сказать, что, собственно говоря, да, все современные виды вооружений, да, системы, вот их прообраз, концепт придумали немцы во время войны. Так или иначе, да, вот то, что сегодня мы все, да, как бы вот прообраз всего придумали немцы. Немецкий вот этот вот, короли-механики еще как называют, да, механический вот этот вот… Военная машина убийства, скажем так. Да, да, ведь они к этому шли, у них все механизировано было, да, самые, так сказать, механизированные части немецкие были, самая механизированная армия немецкая, так сказать, да, посмотрите, ведь… Ну и вот в этих условиях наши предки… Это, собственно, блок НАТО был того времени, так сказать, да, да. В принципе, да. Весь Запад работал. Я почему говорю, что американцы сейчас, так сказать, да, у них технотронный фашизм, вот, собственно говоря, да, и, как видите, все же, и опять, видите, их опять сводит к нам, так или иначе, вот, мне бы не хотелось, конечно, я бы хотел, конечно, чтобы все это закончилось миром, да. Я надеюсь, что это все закончится миром, так сказать, но реальные вещи, к сожалению, да… Реальные вещи очень… Тревожные. Тревожные. Очень тревожные, очень тревожные, да, прямо… Ну ладно, Павел, и в заключение, конечно, хочется поздравить всех, особенно оставшихся немногих фронтовиков, поздравить всех наших людей с этим великолепным праздником, праздник памяти, праздник истории, праздник бывших, сегодняшних и будущих поколений. Да, я бы все же еще хотел немножко вот тут добавить, все же, так сказать, да, что если поздравлять, то надо поздравлять всех людей бывшего СССР. Я говорю, праздник бывших поколений… Потому что война была с Советского Союза, с фашистской Германией, с Советского Союза, без СССР, я сомневаюсь, что одна бы вот Россия смогла бы выстоять вот против такого врага. Совершенно верно. Это выставила та система, как бы ее не пинали сегодня, как бы ее не унижали, как бы на нее не клеветали, это была именно система, та построенная система, она и противостояла в первую очередь. Ну, не то что, а в совокупности со всем народом система противостояла и… А сейчас хотят уравнять с фашизмом. Мало того, из всех современных фильмов выкинули или полностью сделали какими-то вот этих вот… Высшее руководство военное? Да нет, партийное руководство военное, понимаешь? Ну и военные, партийные, военные, там разницы-то большой не было. Вот в этом же фильме упомянуто мной в «Жизнь и судьба», какой там алкоголик какой-то замполит, понимаешь, который только бегает и ищет, где стакан выйдет. Понимаете, великий фильм, который сегодня предлагает нашему поколению. Смотрите, ну работа замполитов все-таки была мощная, это была система. Да, та партийная система, ведь, поймите, люди вступали в кандидаты в партии и шли в бой только для того, писали «прошу принять меня, зачистить меня кандидатом», что его я первый поднялся в бой. И они, сколько их там погибало, именно кандидатов в члены… Да, вы знаете, ведь… Посмотрите эти списки безвозвратных потерь. Я прошу прощения, я когда изучал историю своего деда, когда он погиб, я пересмотрел около двух тысяч фамилий, сколько там кандидатов в партию. Я вот единственное могу добавить, это тоже мало кто говорит, да, вот, когда говорят про партию во время войны, да, есть хорошее очень такое замечание, да, один фронтовик говорит, а вы вообще видели живых коммунистов-то в сорок первом году? Ну, Грежнев вот выжил на поле. Вы видели живых коммунистов-то? Коммунисты впервые и вперед, и все, их нет. Вот, какой был разговор. Поэтому, когда начинают говорить, так сказать, да, это очень… Конечно. Когда, знаете, это в основном говорят-то мелкие людишки, мелкие людишки. Мелкие, те, которые у нас парикмахерские сидят. Да, бандеровцы всякие, недобитые, простите, так сказать. Понятно. Помнишь эту фотографию знаменитую отечественной войны, где этот командир поднимается с наганом? Ну, кто это политрук? Политрук Еременко. Нет, ну мы же… Он, Йоська, Йось Виссарионович, в 43-м году политруков маленько отодвинул, все же, так сказать. Ну, я не просто… Я просто говорю, это была… Согласен, да. Вышла система военного руководства. Да, но тут… Но система именно организующая, она все-таки принадлежала партии, никто… И тут очень аспекты такой. Вы знаете, почему он отодвинул политруков-то, да? Потому что политруки, если бы он их не отодвинул, да, они бы просто, как класс бы, все бы ушли туда, в эту… в эту вот мясорубку, понимаете? Потому что они, собственно, и двигали-то всех туда. Им уже вопрос-то, когда встал… Противоречия, когда появились… А противоречия появились когда? Когда появились уже опытные командиры. Опытные командиры, которые уже начинали… Которые начинали уже… Сами… Сами… Да, да, да. Мы начинали немцам навязывать свою тактику, понимаете? Вот тогда уже работа политруков как бы отошла на второй план. Да, да, да. Тогда мы начали уже брать с умением по чуть-чуть подходить, умом, потому что все же первое время… Ведь вот говорят, что, так сказать, там, трупами завалили. Ну, по-другому нельзя было… Вот эту немецкую машину сдержать, да, по-другому… Как без потерь воевать, ребята? Я вас умоляю. Ну… Павел, ну, кто говорит, трупами завалили опять же… Ну, это недалекие вот эти вот мелкие людишки, так сказать… Да, я могу сказать, кому принадлежит эта фраза. Эта фраза принадлежит этому знаменитому усибирскому писателю Виктору Астафьеву. Который, рассказывая про Ржевскую операцию, вот такую вот фразу кинул. Я… И после этого… И после этого эту фразу подхватили вот все… Да, ведь… Недоумки, все хурители, все клевники… Конечно, ведь можно же вырвать из контекста, понимаете? Он рассказывал, как фронтовик… Свои ощущения… Он был простым связистом… Может быть, где-то это было на каком-то узком участке… Всято было… Он был простым связистом… Война, есть война… Вы что же? Хотели воевать или не гибнуть? Из его глаз простого связиста, солдата, вот было так… Да, там гибнут мощные там… Но, на самом деле, Ржевская операция имела колоссальное значение… Стратегическое… Ну, это уже другая тема, я думаю… Мы, может быть, где-нибудь коснемся… Да… Я бы, кстати, посоветовал нашим зрителям посмотреть такой немецкий фильм, он где-то года 92-93-го, называется «Сталинград». Немецкий фильм, двухсерийный… Посмотрите, ради интереса… Найдите его… Его можно найти в интернете… Да, и посмотрите… Очень интересно, на самом деле… Ну, ладно, спасибо… Еще раз поздравляем всех с праздником… Да… И будем внимательны ко всему… Самый великий праздник… И будем помнить подвиг наших дедов…